Здоровая, бессмысленная жизнь. Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что жить, будучи здоровым, лучше, чем больным и немощным. Но мало кто задумывался, что само по себе наличие отличного здоровья не является целью жизни. Это скорее важный, но вовсе не обязательный вспомогательный аспект. Есть огромное количество животных, здоровьем своим во много раз превосходящих любого атлета. Но их жизнь никак нельзя назвать преисполненной мудрости и смысла. Безусловно, животные выполняют важную роль для поддержания гармоничного существования мира, и зачастую их жизнь даже более плодотворна, чем многих недалеких человеческих существ. Но какими бы завидными физическими качествами животные не отличались от людей, их нельзя сравнивать с людьми знания, которые используют свои человеческие возможности, по их прямому назначению, постижению высшей истины. Здоровье может помочь человеку получить более качественные и продолжительные наслаждения. Это факт. Но пройдет совсем немного времени, и тело все равно начнет дряхлеть и слабеть. Чувства притупятся, а болезни будут атаковать одна за другой. Самые величайшие йоги, фитнес-тренера, пропагандисты здорового образа жизни, каких только знала история, состарились, заболели и умерли. И кто знает, помогло ли им это знание о том, как избежать страданий тела, раз и навсегда избавиться от страданий души. Может ли учение о том, как лучше наслаждаться, иметь хоть какой-то смысл, когда речь заходит о вечности? Времени не существует. Это лишь воображаемые отрезки событий, возникающих в нашем уме. Поэтому в океане вечности жизнь нашего тела длится одно мгновение. И какой разумный человек, сознавая это, будет тратить свою ничтожно короткую жизнь на этот сгусток материальных элементов? Даже здесь, на нашей планете, существуют живые существа, жизни которых длится считанные часы. Для них наша примитивная жизнь практически вечно. Так неужели не выглядит нелепым тот факт, что какая-нибудь бабочка-однодневка проводит всю свою короткую жизнь, выполняя самые примитивные действия, ест и размножается? Но ей это простительно. Такова её функция, которую она не выбирала. А что же мы, люди? Чем большинство людей отличаются от неё? Большую часть своего времени мы едим, спим, совокупляемся и обороняемся, только делаем это, как нам кажется, цивилизованно. Мало того, мы всё это максимально усложнили. Обезьяны могут совокупляться где угодно, а для нас это целый ритуал. Они здоровы, сильны, и нормы морали их вообще не волнуют. Могут спать где хотят и питаться совершенно бесплатно в неограниченном количестве. Даже в этом они нас превзошли. Получается, что полноценная здоровая жизнь человека мало чем отличается от жизни животного, если только в этой жизни не присутствует высшая идея, постижение своей духовной природы, своего высшего предназначения и поиска абсолютной истины. Животное можно научить многим занятиям, присущим человеку. Кататься на велосипеде, мотоцикле, сноуборде, рисовать, играть на музыкальном инструменте, петь, пользоваться сенсорным экраном, смотреть телевизор, играть в игры, считать, писать и т.д. Да, конечно, они делают это не так искусно, как мы, но всё же. Однако, ни одно животное никогда не задаётся вопросами, почему я страдаю и в чём смысл моего существования. Дерево может жить здоровой жизнью многие тысячи лет, но какой смысл, если оно лишено разума? Здоровье, сила, красота тела и возможность изощрённо наслаждаться жизнью, таланты, связанные с материалистической деятельностью, кино, наука, искусство, кулинария, живопись, музыка и т.д. не имеют смысла, если всё это не направлено на очищение сознания, возвышение души, на избавление от зависимостей и пороков и, в конце концов, на освобождение от страданий. Любые таланты приходят от Бога, но не для того, чтобы развлекать толпу и себя. С этим легко справится и цирковой мишка, а для того, чтобы занять всё это в служении Всевышнему. Только в этом случае каждый получит истинное благо от своей деятельности и однажды, покинув этот бренный мир, обретёт настоящее, вечное счастье. Субтитры создавал DimaTorzok